Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, продолжаем разбирать бумаги из состава индекса Московской биржи и РТС. И, наконец-то, добрались мы до настоящих тяжеловесов. Сегодня на очереди у нас компания Роснефть. Ого! Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за этот видос. Спасибо огромное! Погнали! Роснефть в составе индекса расположилась на восьмой позиции и весит 3,36%. От него капитализация компании 5,8 триллиона рублей. У меня были, был такой момент, были акции Роснефти, но я был в них разочарован. Но у меня просто период, на который пришлось мое владение, был не совсем удачный для компании. Ну и я, признаться, как-то сильно разочаровался. Роснефть продал, это было давненько, это было еще до коронавируса. Но в итоге, друзья, коронавирусный именно год компания прошла достаточно уверенно, достаточно хорошо и показала доходность выше среднерыночной. Так что, друзья, ну как говорится на фондовом рынке, все чаще убеждаюсь в том, что не надо какие-то шоры себе вешать, не надо изначально какие-то создавать шаблоны и говорить, что это хорошо, это плохо. Рынок это среда, которая постоянно меняется и здесь надо адаптироваться и подстраиваться под изменяющиеся условия. А изначально давать себе установку, что Роснефть это никогда и ни за что, это, мне кажется, ошибка. Ну и давайте, как обычно, начнем с общей информации, сходим к ним на сайт и почитаем, что они про себя рассказывают. Роснефть.ру. Девиз у них, видимо, на благо России. Ну и вот так выглядит сайт, достаточно интересно, с фотографиями. В общем, я тут уже несколько минут копаюсь и мне пока нравится, как все здесь изложено. Роснефть – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности Роснефть являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Основным акционером более 40% является АО «Роснефтегаз» на 100% принадлежащий государству. 19,75% акций принадлежит компании BP, если не ошибаюсь, это British Petroleum. И 18,46% акций принадлежит компании QH Oil Investment LLK. Одна акция принадлежит государству в виде федерального агентства по управлению государственным имуществом. Основные цели Роснефти – восполнение запасов на уровне не менее 100%, эффективная добыча, ну и бла-бла-бла. Прошедший год стал трансформационным для компании в части экологической повестки. Роснефть прочно определила свое место как одного из лидеров отрасли с низкими показателями удельных выбросов углекислого газа. В апреле 2019-го компания представила обновленную публичную позицию, вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития. Ну, мы знаем, как много внимания сейчас мир уделяет зеленой энергетике, снижению вредности от углеводородов, от электроэнергетики, от энергоэнергетики. Ну, и вы видите, Роснефти, я уж не знаю, сильно они этого хотят, либо делают вид, но приходится быть вот в этих мировых трендах, чтобы, ну, грубо говоря, с ними более охотно сотрудничали, я так понимаю, какие-то международные партнеры. В июне 2019-го года компания присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний, подписала руководящие принципы по снижению выбросов метана в производстве с бытовой цепочки природного газа. Подписанные руководящие принципы нацелены на повышение эффективности усилий по снижению выбросов метана на всех этапах производства с бытовой цепочки газовой отрасли. Так, ну и немножко показателей по добыче углеводородов. В 2019 году 5,79 миллиона баррелей в сутки, практически сохранившись на уровне 2018 года. Ну, нет, здесь, видите, более свежие статистики. По 2020 году за 2019 добыча жидких углеводородов составила 4,67 миллиона баррелей в сутки, 230 миллиона тонн за год, сохранившись на уровне среднесуточного объема производства 2018 года. Такой показатель удалось достичь, несмотря на действия внешних ограничений, таких как продление соглашения ОПЕК+, и временного ограничения транснефтью приема нефти в систему магистральных трубопроводов. Да, не забываем, друзья, что и Роснефть, и Лукоил, и другие наши нефтяные гиганты, они не могут добывать столько, сколько хотят, поскольку есть международные договоренности. И в рамках ОПЕК+, Россия ограничена квотами, и, собственно, нефтяники часто пытаются эти квоты каким-то образом расширить, увеличить, но их можно в каком-то смысле понять. Но это вообще тема для отдельного разговора. Если бы не эти квоты, вероятно, что цены на нефть не были бы столь высоки, так что, в принципе, эти ограничения мировым сообществом, ну и большинством аналитиков признаются достаточно разумными и необходимыми. Ну, в общем, достаточно много букв, друзья, не буду вам тут все пересказывать, разумеется, заходите, кому интересно, читайте. Но вот вкратце история нефтяной компании «Роснефть» неразрывно связана с историей отечественной нефтяной промышленности, то есть они себя отождествляют с нефтяной промышленностью. Первые упоминания о предприятиях, ныне входящих в состав «Роснефти», датируются концом XIX века. В 1989 году, например, началась разведка нефтяных месторождений на Сахалине. Основные активы компании были созданы в советский период, когда началось полномасштабное освоение новых нефтяных и газовых месторождений. В 1990-е годы большая часть нефтяной промышленности была приватизирована. Управление нефтегазовыми активами, оставшимися в собственности государства, осуществляло государственное предприятие «Роснефть», которое в сентябре 1995-го было преобразовано в ОАО. Нефтяная компания «Роснефть» по итогам 1995-го года объем добычи нефти и жидких углеводородов составил более 12 миллионов тонн. Есть у них, конечно же, и раздел с финансовыми показателями. Я вот сюда заглянул. Ну и что бросается в глаза? По 2020 году компания в основном ухудшила свои результаты. Это касается и выручки, и беда, и чистой прибыли. Обратите внимание, в 2018 году чистая прибыль 649 миллиардов рублей, в 2019-м 802. А в 2020-м лишь 181 миллиард. Ну и вот по большинству этих цифр мы также видим отрицательную динамику. Мне кажется, в России у нас не очень любят эту компанию. Но широко распространены вот эти истории про многочисленные бюджетные ассигнования, всякие разные льготы. Ну и вот руководящий состав тоже у многих вызывает большие вопросы. Совет директоров, председатель Совета Герхард Шрёдер, это бывший федеральный канцлер Германии, он же независимый директор. Игорь Сечин, главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя Совета директоров ПАУНК Роснефть. Также в Совете мы видим Матиас Варнига, Файзал Алсуаиди, Хамат Рашид Аль Моханнади, Роберт Дадли, Карен Кнайсель и Бернар Луни. Александр Новак тут еще отметился, член Совета директоров Роснефти, он же сейчас зампредседатель правительства Максим Орешкин и Ханс Йорк Рудлов. Достаточно серьезные и достаточно значимые фигуры. Ну и разумеется, друзья, есть тут вкладка инвесторам и акционерам. Здесь подробнейшим образом раскрыта информация по финансовым результатам компании, отчетность, календарь инвестора, акционерный капитал, информация по дивидендам. В общем, все-все-все, друзья. И разумеется, в рамках формата сегодняшнего видоса мы во все это углубляться с вами не станем. Но если вы хотите предметно разобраться в этом бизнесе, чем занимается Роснефть, на чем зарабатывает и какие результаты показывает, рекомендую вам этот сайт посетить и здесь поковыряться. Ну и давайте непосредственно к акции. Начнем с теханализа от инвестинга. Он достаточно благоприятный. Скользящие средние индикаторы 12 к 0, технические 8 к 0. Ну, начало очень позитивное. На момент моей записи одна акция Роснефти стоит 551 рубль 25 копеек. Но, друзья, имейте в виду, цена, разумеется, могла поменяться с момента, когда я это записывал и до момента, когда вы это смотрите. Тикер ROSN. И за месяц мы видим, что бумага в минусе на 1,28%. Однако за год очень неплохая доходность, более 14%. Но на графике можно заметить, что с марта примерно компания в боковике и особого роста не демонстрирует. За год плюс 54-52%. И это прекрасный результат, как я говорил в самом начале. Это выше рынка, поскольку в целом индекс Мосбиржи за этот период подрос процентов на 40, наверное. Ну вот раз Роснефть получается в целом рынок опередила. Общий результат по бумаге 190% за 10 лет, 19 годовых. Ну, вы, возможно, скажете, что это не прям уж так, чтобы супер. Но, с другой стороны, во всяком случае, эта бумага стабильна. К тому же, насколько я понимаю, она еще и дивиденды платит. Сейчас до этого дойдем. Роснефть. Российская нефтегазовая компания. Основные виды деятельности. Поиск и разведка месторождений, углеводородов, добыча нефтегаза, газового конденсата. Так, это мы уже выяснили. Консенсус прогноз. Покупать. Глобал маркет с 13 июля плюс 27% пророчит. И прогнозная цена 700 рублей. Банк оф Америка тоже 13 июля плюс 29 и 712. Сити плюс 13, 624 рубля. Ну, дальше уже прогнозы пошли. Июньский. Сова плюс 29, 715. Дальше май, апрель. Ну, это уже, мне кажется, не очень актуально. Ну, видите, в целом аналитики в перспективы бумаги верят. Оценка стоимости. ПЕ 1157. Немножко много, но не сказать, что прям сильно критично. Хотя я бы, друзья, наверное, все-таки ждал, когда акция еще немножко подешевеет, если бы задумывался о ее прямой покупке. Рост ИПС за 5 лет минус 14%, рентабельность неплохая, доходность капитала 9, доходность активов 3,42, доходность инвестиций более 4, 89% долг, у бумаги есть еще и облигации, но долговая нагрузка не слишком велика. Средняя доходность за 5 лет 3,55, годовая 1,26. Ну, видите, дивиденды достаточно слабые. 20-й год, как мы поняли выше, был для компании сложным, и на инфографике по выручке с прибылью это понятно, а вот по денежным средствам, в общем-то, неплохо. Кризис, конечно, ударил и по дивидендной политике. В 2019 году было 2 выплаты с дивдоходностью более 6%, в 2020 уже похуже 4,51. В этом году, 11 июня, прошла отсечка, заплатили всего лишь 6,94 рубля на одну акцию, и дивдоходность смехотворно 1,29%, если в этом году дивидендов больше не будет. Но, объективно, друзья, это прям котенок наплакал. Свежих идей в приложении Тинькофф я не заметил. 18 мая крайний от сигнала РЦБ с ростом на горизонте 5 месяцев до 33%. Ну, мне кажется, друзья, это слишком оптимистично, такого роста просто нефти не будет. Ну, что сказать в заключении. Компания, которая хорошо выстрелила, сейчас ушла в боковичок. Я не удивлюсь, если она и в коррекцию может свалиться, поскольку на нефтяном рынке сейчас штиль, и особо прорывов каких-то мы в ближайшее время, на мой взгляд, не увидим. Нефть здорово восстановилась, но вот это восстановление уже в цене. Поэтому, мне кажется, нефтяные компании сейчас таким уж прям локомотивом роста российского рынка не являются. Я отдельно в Роснефть не инвестирую, но она есть у меня, разумеется, в составе фондов. Как это работает, спросите вы. Если вы купите, например, фонд FXRL, либо аналог, то на условные 100 тысяч рублей 3% чуть более у вас будет в Роснефть. Но со 100 тысяч, грубо говоря, 3 тысячи будет в этой акции. Мне кажется, покупать отдельно эту бумагу сейчас особого толка нет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня. Пока-пока.